добрый вечер друзья несколько тут дней а то и недель реально ничего такого не происходило чтобы поговорить а тут вдруг значит сообщение сегодня буквально пару часов назад было сообщение а сейчас пол девятого вечера понедельник 17 апреля сообщение было такое что завтра будет подписан президентский указ о том чтобы как бы сказать навести порядок с рабочими визами точнее не столько навести порядок сколько изучить вопрос вот да то есть пока состоит об изучить вопрос и может быть как-то вот какие-то предложения подготовить и так далее то есть указ пока ничего не меняет он просто создает ну как обычно вот у нас сейчас последнее время то есть некоторую неопределенность вот неизвестно чем закончится да и соответственно отшибают у людей как бы желание что-то делать вот например писали что наверное в этом году на визу h1b будет заявок подано больше чем в прошлые годы потому что люди имеющие разрешение на работу с визой h4 да вот это вот h4 и иди которые хотели отозвать эти люди боясь что у них заберут разрешение на работу начнут подавать на h1b и таким образом будет больше а вот пишут что вместо там 240 тысяч как последние два года в этом году было 190 тысяч на 20 процентов меньше желающих почему это произошло потому что неизвестно что будет вот вот это сама по себе неизвестность она убивает бизнес убивает деятельность людей вот люди которые не знают у них заберут того час до сентября отложили рассмотрение заберут у них сентября разрешали на работу или не заберут вот их жизнь встала на полгода они не они не учатся они не не идут на работу их не берут на работу потому что неизвестно что с ними будет и вот как-то все так враты встали вот значит тут тоже они так вот раз говорят мы типа порядок наведем но если вы помните как вот ну кто слышал может быть сам не помнит в советской стране все время любили к празднику чего-нибудь такое или например вот скажем во время войны город взять но обязательно там годовщине какой-то вот раз и взяли город сколько там народу лишнего там но кто там считал 10 тысяч лишних погибнет 20 это же не важно важно вот такой значит эффект произвести пропагандистки вот у нас соответственно видит реформу здравоохранения отменять должны были обама кер должны были отменять в тот самый день когда обам подписал вот не получилось и на следующий не получится вообще не получил вот но такая линия как бы она не всегда работает понятно вот завтра объявили что будет подписан президентский указ почему завтра потому что завтра трамп будет штате вискансин находиться и будет там выступать на заводе где-то там на крупном предприятии а штат вискансин это не просто штат а вот один из тех там трех которые неожиданно вот на последних выборах переметнулись из демократического лагеря в республиканский соответственно благодаря которым вот там так неожиданно для себя самого и всех остальных стал президент ну и соответственно вот как-то вот ему хочется сделать людям приятно штат вискансин вообще никакого отношения не имеет к рабочим визам там я вас умоляю то есть последнее что интересует людей штате вискансин это рабочие визы это не калифорния это не там не нью-йорк и так далее но тем не менее значит вот он выступает надо показать что возвращают возвращают людям страну возвращают что-то такое хорошее возвращать говорят так что вот мол посмотрите но как бы позиция трампа он будет посмотрите что происходит какие безобразия 80 процентов людей приезжающих по визам по визе h1b 80 процентов получают меньше чем за ту же самую работу получал бы американец и вот мол значит они фактически выкидывают американцев с рабочих мест поэтому вот мы сейчас возьмемся за них и вернем американцам то чего у них отняли в этом деле есть два таких очевидных ну как сказать вранья совершенно очевидных для тех кто вот работает войти первое ты можешь заплатить за за эту работу вдвое больше денег но у тебя от этого не станет больше людей стране которые могли бы ее выполнять то есть даже если например людям по h1b немножко там не доплачивать например и даже сильно не доплачивать заменить их неким не то чтобы вот там они американцев там программиста убрали и заменили его там каким-то индусом подешевле так не получится просто нету нету американцев программиста чтоб его заменить вот другим американцам программист значит это первое второе состоит в том что я не знаю как они подсчитывали нет такого найти объяснение я не видел как как идет подсчет но я вам обещаю что если вы возьмете человека с грин-картой вот вот или я выиграл грин-карту приехал в страну и у него пять лет опыта допустим ну вот например в российской федерации или скажем я не знаю откуда может быть чек с грин-картой там я не знаю из киргизстана и у него пять лет опыта он не получит на старт столько денег со своими пятью годами опыта сколько получил бы он же если бы он в америке проработал эти самые пять лет понятно да то есть он проработав в америке может быть уже 170 тысяч получал бы а вот когда он только приехал и там у него и язык и опыт непонятный там еще что-то но если ему 120 дадут он может быть даже радоваться будет сильно то есть это как бы ну я не я не вижу там обязательного такого совпадения то есть можно сказать что они получают меньше чем за такую же работу но это неправда это не связано с визой h1b это связано с тем что опыт у них другой и с другой стороны это первое второе виза h1b не является крепостной визой то есть она не закрепляет работника за работодателем который ему гад такой недоплачивает приехав связи с визой h1b вы можете на следующий день выйти на рынок и получить больше если кто-то даст вам больше забор визы одним работодателем от другого работодателя происходит мгновенно и происходит практически без расходов то есть гораздо выгоднее сманить кого-то с чужой h1b чем делать свою участвовать в лотереях и всей этой ерундой заниматься поэтому если даже человек приехал по визе h1b и там первые полгода ему где-то может быть заплатили меньше то если он вторые полгода почему-то получает меньше чем вот допустим американский человек с таким же опытом то видим либо у него совсем не такой же опыт он просто не в состоянии интервью пройти либо он почему-то предпочитает находиться на той работе где платят меньше и я вам скажу что многие американцы получают меньше чем могли бы получить если бы например пошли искать другую работу вот чем другие американцы имеющие тот же самый опыт и не потому что их дискриминировать потому что они решили не искать другую работу вот вот собственно и все поэтому попытка изобразить вот это вот визу h1b и то как с ней как она отнимает места у американцев это ахиняя полнейшая я не хочу сказать что визу h1b и ей что ей не злоупотребляют какие-то люди это это безусловно происходит я-то это вижу в другом совсем когда я вижу что десятки тысяч людей я вам рассказывал я когда на дайсе смотрю что с рекрутерской стороны когда мы видим десятки тысяч людей которые с этой визой h1b сидят в индии въехать в сша не могут потому что у них проекта нет вот это безобразие понимаете вот поэтому конечно там масса безобразия но вот вот эта попытка подать наведение порядка с визой h1b как возвращение американцам рабочих мест которых у них отобрали привезенные по демпинговым ценам вот эти h1b 70 процентов которых из индии это но это не неприличный бред просто до неприличия это уже я не знаю там ниже любого плинтуса с моей точки зрения конечно я не претендую на какой то вот значит итак поскольку вопрос явно спекулятивный много народу будут будет задавать вопрос а как а что а чего подробности давай и так далее значит я хочу объяснить просто в каком мы состоянии первое опубликует декрет только завтра это первое второе этот самый декрет не отвечает ни на один вопрос он просто говорит что надо дает задание пересмотреть значит проанализировать и предложить вот вот собственно и все то есть ничего такого там нет чтобы там сказать вот сейчас у нас вот такие изменения но общая цель как бы она провозглашена общая цель состоит то чтобы соединенные штаты попадали только такие такие люди из-за границы которые самые лучшие самые знающие самые специализированно там как-то вот грамотные с каким-то таким уникальным знанием что стоит их вот привозить в страну ну хорошо вот вот да да значит как бы изначально так и такая задача была это они практикой своей привели к чему-то еще вот а так конечно изначально была такая задача изначальный привелинк ведь был очень высокий как они вот допрыгались до того что у них сейчас есть я уж не знаю там досконально но в общем конечно там порядок навести надо но еще раз я повторяю попытка продать это как возвращение американцам рабочих мест которые которые у них умыкнули там вот эти вот это абсолютно негодная такая информация не ерунда полная вот наверное все конечно когда декрет этот совсем опубликует вот мир завтра может быть там появится что-нибудь но но еще раз бессмысленно там что-то обсуждать и прогнозировать и анализировать потому что это все сиюминутно это все делается под размахивание флагом спасения рабочих мест американских причем в конкретном штате где хочется махнуть этим флагом и так далее поэтому каким образом реальное содержание того что будет сделано тех изменений которые будут предложены проголосованы там я не знаю как то вот приняты и так далее абсолютно ничего не понятно от начиная от совершенно никаких изменений и кончая какими-нибудь совершенно драматическими сказать об этом нельзя ничего потому что у нас такая как бы сейчас администрация что курс меняется кардинально в течение там нескольких часов вот посмотрите что там на фон на fox news и передумает или там опять чуть такое вот или там какая-нибудь война начнется очередная уже не до этого будет вообще там то есть уже не до иностранцев вот поэтому уже все забудут про рабочие места будут там не знаю чего чего при войне люди что их беспокоит в общем такая вот история счастливо